я рад приветствовать кто заглянул на канал и продолжаем не уроки по мая 2018 и в этом ролике хотелось бы рассмотреть именно скульпте ну давайте переключимся на поле так поле моделлинг и посмотрим как здесь все это дело вообще происходит можно выбрать куб нажав вот именно здесь или заходите в крит и находите полигон примитивы и здесь выбираете куб сферу и так далее вот у нас здесь появился куб теперь что можно сделать это зайти в мэш заходим находим смут жмем вот на этот квадратик или control s сочетание клавиш тут дивизии можно поставить 6 ну давайте поставим пока ну пусть будет 4 раз я тут уже устанавливал и жмем смут немножко ждем вот из куба преобразовался преобразовалась сфера также здесь можно дивизии вот так вот левой кнопкой мыши уменьшить прибавить меньше больше поставить возвращаться теперь заходим скульптинг и вот как здесь все это дело происходит если вы нажмете просто на кисть кисть появляется вот в этой панели сбоку на нее вы нажимаете допустим два раза здесь выскакивает ее настройки это сайт размер кисти это интенсивность симметрия здесь находится в полу это именно как будет выглядеть кисть вот как она будет вести себя вот в таком где-то духе потом есть стилс это минимальная кисть сайс и минимальная кисть давление устанавливаете стамп здесь находится именно можно подгрузить альфы ну и дисплей здесь находится именно шоу если вы поставите это значок шоу то у вас будет видно именно сетку вот этого вот вот этой сферы вот появилась именно вот кисточка вот это вот размер ее и вот вы можете рисовать если кто-то не сможет рисовать и у вас не появится эта кисточка нажимаем ctrl z то опять же заходите два щелчка по значку и вы должны здесь именно поставить кое-какие настройки первым делом вы должны переключиться нажав правую кнопку мыши немножко подвисает нажимаете правую кнопку мыши заходите в общ и переключившись на скуптинг выбрав кисть жмете правую кнопку мыши и жмете скуп туз зажимаете английскую би и вот теперь она начинает работать вот так здесь можно теперь сбоку опять же зажав английскую би вот здесь уже не хочет работать на на сфере работает и здесь тоже работает но не всегда так вот нажимаете и второй щелчок можно именно понижать интенсивность вот так прибавляете и вот если ввести вниз партнете вот такая вот именно программа немножко капризничает нажимаете английскую би и вот вы можете вводить вверх вниз это интенсивность вот это вот нажатие потом просто нажимаете би вправо влево это вот именно размер писти вот такой вот способ если что-то начинает вдруг не работать вы зайдите вот в эту функцию и немножко подвигайте вот эти вот курсоры тоже помогает так можно включить вот если сейчас включим симметрию по x и вот у нас появляется вот опять же сетка вот мы можем прибавлять уменьшать но бывает что она тупит и не хочет вот здесь это все дело делать тогда отводите в бок и именно на рабочем вот этом поле тогда здесь регулируете потому что вот теперь она работает если вы вот сюда вот подведете все здесь уже не хочет она работать ну такая здесь штука бывает непонятки так ну погнали теперь что-нибудь нарисуем вот так вот ведем вот она вдавливает почему потому что установлена инверсия вот значок инверсии если мы чуть-чуть прибавим допустим перо здесь и немножко интенсивности прибавим вот перо насколько сразу вырастает это уже вот не хочет она теперь уменьшаться вот и хочет и вот такая вот штукенция здесь постоянно вот вы ведете вот у вас здесь вот так вот все это дело прорисовывается вот такая кисточка называется она скульптул так это теперь можно ctrl z и если вам неудобно постоянно вот переключаться допустим доходить в эту функцию то здесь все уже сделано заходите в workspace находите именно скульптинг сейчас все это дело поменяется и все у вас вот эти настройки будут сбоку вам уже не надо будет никуда лазить и просто использовать горячие клавиши вот все тут появляется теперь вы можете смело тут работать рисовать все вот у вас колесико вертите крутите все под боком ну и вот здесь вот есть разные кисточки которые нужно именно рассматривать пробовать и так далее вот здесь есть кисточка смуттул вот вы видите что она опять большая и нужно ее немножко именно уменьшить интенсивность чуть колесиком подкрутить опять же нажать английской немножко ее уменьшить и вот вы когда здесь вводите вот она делает и по сглаживание если вы делаете допустим поставите так где тут вот и вот здесь вот почему-то уже пропала инверсия шифт зажимаете и вот вы видите шифт первая кнопка мыши все это дело выглаживает так теперь что еще можно сделать вот здесь кисточка вытягивания вот вы видите что ее кисти в принципе нет заходите правой кнопкой мыши в скульпт и вот она появляется вот есть такая тоже еще штука так что не пугайтесь так и вот вы ведете вот именно вот этой кисточкой вот она вытягивает если вы ее сделаете чуть-чуть побольше допустим бей лёсико нажимаете то вот можете вот так это все дело вытягивать вот таким вот образом интенсивность если вы поставите побольше то она будет вытягиваться уже более интенсивно и сильней ctrl z ну работайте старайтесь наверное на низкой вот этой вот детализации в смысле на давлении вот этого strange именно поменьше ставить лучше подольше вытягивать зато будет все нежнее и ласковее так что еще ну вот эта вот кисточка если кто уже лепил Flatten вам наверное знакома это она именно выравнивает ну части сферы или другого предмета опять же наводим делаем побольше и вот так вот вы видите что вот она вдавливает выравнивает площадь можно сделать ее вот такой вот еще один минус что alt левая кнопка мыши вот так вот работает но бывает что в некоторых случаях она немножко тут подтормаживает не потому что допустим полигонов много а потому что вот именно или модель сбивается или еще что-то происходит это ну вот тоже есть такая штука так вот вы видите в чем что когда вы что-то делаете сетка сильно не ломается как вот допустим в блендер вот вы можете ее немножко тут выгладить да она растягивается да чуть-чуть деформируется но в принципе нету таких сильных изломов вот как в блендер что еще ну можно вот вот эту кисточку посмотреть это она вот работает именно с альфами альфы у нас находится в дисплее так не в дисплее пардон находится так вот стамп здесь вы можете поставить use стамп значок и нажать pick стамп ну в принципе они вот и так тут если вы работаете вот с нажатием на вот этот значок два раза то высвечивается вот такая рамка и вот этого нет она потом появляется нажав pick стамп ну и здесь вы можете выбрать любую допустим текстурку вот эту давайте попробуем ее подгрузить и вот вы видите как она наносится почему она вот так выглядит просто мало именно полигонов на модели и и чтобы она более четко была надо более сильно полигональную модель делать чтоб сетка плотная была ну так она работает тоже опять же можете нажимать B и вот если вы вверх тянете вы можете силу нажатия именно исправлять вы видите что она сильнее становится ctrl z возвращает ну большого каприза именно сфера не испытывает ломки нету можно работать прикольная штука так что еще тут множество этих именно альф так все это дело можно подгружать что-то тут делать shift левая кнопка мыши все это дело выглаживает что-то происходит ну такая вот вещь так рассмотрим что еще тут ну вот есть заморозка вот типа как маски наверное я так понял вот так это делаем теперь переключимся на другую какую-нибудь кисточку вот маска осталась так теперь кисточку через B можно немножко уменьшить интенсивность можно поставить побольше опять же зажав и потяну вниз вот она не хочет тянуть надо ее вот теперь она тянет постоянно уменьшать приходится отдалять модель и вот здесь вы начинаете немножко что-то вот инверсию включаете и вот что-то вминать вы видите что синяя часть вот эта она не трогается вот такая вот маска так а вот как ее теперь снять если включить инверсию вот через инверсию она стирается вот таким вот образом и теперь вы можете опять прикрутиться ну типа стандарт так и вот ей теперь можете опять рисовать так это интенсивность нужно поставить побольше вот она тут уже рисует так ctrl z ctrl z вот такие прикольные вещи можно тут делать включать что еще можно рассмотреть опять же вот если вам нужно двигать модель град так 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 симметрию можно отключить так квест реклама вот симметрию отключаем нажимаем и вы можете модель двигать правая правая кнопка мыши так что тут вот симметрию можно тут включать не прибегая именно к этой части опять же правая кнопка мыши выйти из скульптинга exit скульпт вот можно теперь зайти в моделинг что-то здесь подмоделить и опять вернуться допустим правая кнопка мыши object mode выбираете кисточку и заходите в скульпт так если у вас включена сетка она вам не нужна заходите в дисплей и отключаете show вот теперь можно лепить несмотря на сетку что еще тут есть follow tape так last to grab вот тоже тут что-то движется переносится и show warframe поставить вот видно сетку вот show warframe отключаем если вы ее включаете включается здесь шоу опять же лазить не надо во многие здесь функции все находится на правой кнопке такая вот штука так ну эти кисточки уже понятны тоже вы их вытягиваете вот наносится они ctrl z здесь здесь можно также отключать если вдруг там вам не нужен вот он сейчас отключен и уменьшить через b вот так вот видно много стоит вот так уменьшить интенсивность вот вы видите как наносит эта кисточка называется она last to use теперь вот эта вот кисточка тоже прикольная по моему вот это вот она более смахивает на сейчас сбоку посмотрю именно вдавливает ну в принципе работает как наверное флатом так это инверсия как тут поживает так стартуруем работает она по моему без инверсии только в одном случае только вдавливает по моему так теперь вот эта кисточка называется repair tool смотрим как работает она тоже надо ее настраивать так reset tool скинуть настройки и выйдет все если вы что-то понажимали на базу настройки так что еще тут понятно это уже смотрели что эта кисточка дает вот все кисточки изначально нужно настраивать уменьшать эту интенсивность и смотреть как она работает так это сильно мало вот где-то так наращивает массу вот таким образом где-то straight строк поставить вот она уже не наращивает ничего так ну такая вот штука переключаемся на вертиксы допустим вот она будет работать по вершинам я так понял так есть и эта штука здесь уже наверное резко ох ты господи ты боже мой ну опять же нужно смотреть уменьшать и смотреть как это все здесь происходит вот так еще больше поставить ну ничего так прикольно можно накидывать массу или вытягивает наверно начинается ломка ctrl z интересно смотрим смотрим что тут еще да она вытягивает наверное полигоны да вот она тянет полигоны именно вот сюда ломает ломает сетку так так это понятно вот это что дает ctrl ctrl если вам не надо действия не нужны это тоже вытягивает и тут тоже нету нет клавиши именно инверсии значит она так и работает так вот щелчками накидываете и вот вырастают какие-то к примеру рога ну давайте посмотрим в принципе все тут понятно здесь уже идут именно sculpt pose editor изменение позы shape editor open content браузер ну и вот это конвертация ту frozen попробуем конвертировать ее не работает что-то надо ее выйти из скульптинга и попробовать нажать вот какая-то конвертация прошла все как-то замаскировалось почему-то маскирует на всю модель да вот это вот именно маска free а это наверное маскирует всю модель это мои догадки и это эксперимент так ну такая вот штукенция также можно добавить именно сабдивизии уже когда вы долепили какую-то модель попробуем добавить ctrl m добавим сабдивизии но еще докидаем ctrl m вот не изменяется в этом плане теперь ctrl z ctrl z и попробуем сделать смут нажимаем и делаем смут вот смут как раз исправляет сетку наподобие дайномерс я так понял ну вот такая вот вводная по скульптингу смотрим что тут да как слишком ну а вот еще вопрос если вы прибавляете делаете смут или сабдивизии прибавляете то заходите дисплей находите head up дисплей и находите поликоунт вот появляется здесь вот такая штука вы видите сколько вертексы эджи фейсы у вас находятся допустим вот эджи это полигоны у вас семьдесят семьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать два полигона the brush это уже полноценная модель вот такая штука а если на мелких ее лепить то это получается проще сначала наверное модель моделить а потом уже дорабатывать где-то какие-то детали ну опять же вот так это мои впечатления вот такая вот штука все всем пока вот так